Приветствую! ТЦК и ЕСП активно начали применять штраф за невыполнение правил воинского учета. И для многих актуальным вопросом есть вопрос, а есть ли у меня штраф от ТЦК и ЕСП? И наверняка вы видели уже и публикации в сети, и наверняка видели даже сплатные сервисы, которые предлагают вам за деньги дать информацию о том, есть ли у вас штрафы или нет. А чем же будет отличаться от этого всего мое видео? Ну, во-первых, как очень часто оно будет отличаться горькой правдой, а во-вторых, я вам все-таки расскажу о том, как получить бесплатно то, за что в сети берут деньги. Итак, начнем с плохого. Плохая новость заключается в том, что для того, чтобы узнать, есть ли у вас штраф, вот здесь и сейчас, у вас есть по сути два варианта, и оба из них вам вообще не понравятся, потому что первый вариант, это нужно явиться в ТЦК и ЕСП, и вот так вы узнаете. Ну и второй вариант, обратиться туда с адвокатским запросом, а это дополнительные расходы. А вы скажете, подожди, ну а что, разве нет сервисов, вот как, допустим, я превысил там скорость, да, мне хоп, сразу уведомление пришло в ДИЮ, там Монобанк, Приватбанк, другие банки, все сразу говорят, ой, у тебя штраф, давай быстрее плати. Разве нет таких сервисов? А в том-то и дело, что нет. Все вот эти сервисы, они не касаются штрафов ТЦК и ЕСП. Вот в чем проблема. И получается, что когда ТЦК выносит штраф, если человек при этом не присутствовал, то, ну вот, да, будем говорить так, легкой возможности узнать о существовании штрафа у него просто нет. Да, то есть ты либо идешь туда, либо платишь деньги, чтобы адвокат подал запрос. Как бы не тот, не другой вариант, он не простой, не легкий. Сервисов, подчеркну, сервисов, чтобы узнать о наличии штрафа, не существует ни одного, ну, просто их нет. А что же предлагают? Что можно узнать на самом деле? Что кроется под вот этими громкими заголовками, там, узнай про свой штраф ТЦК? Совсем другое. Там предоставляется информация о исполнительном производстве. Не о штрафе, а о исполнительном производстве. В чем разница? Когда человек нарушает скорость, и ему приходит штраф, информация о том, что он превысил, да, и вот у него есть возможность какая? Оплатить этот штраф. Он его оплатил, и все, исполнительное производство даже не начинается. А вот когда уже вы можете узнать о исполнительном производстве, знаете когда? Это когда уже сроки на обжалование штрафа пропущены, сроки на уплату штрафа пропущены, и этот штраф пошел госисполнителям, ну, постанова была направлена для принудительного исполнения, и было открыто исполнительное производство, а это значит, что на этот момент уже вынесено постановление об аресте имущества, о блокировке счетов, и вот на этом этапе вы только можете узнать. Но подчеркну, это не про штраф, это уже про исполнительное производство, а это означает, что уже надо штраф платить в двойном размере и плюс еще 10% исполнительного сбора. Такая горькая правда. Почему-то здесь государство не захотело пойти навстречу людям и не создало никакого сервиса, чтобы человек узнавал про свой штраф, когда, ну, его еще можно оплатить, либо обжаловать, да. Интересно, почему так? Вот почему не создан такой сервис? Вопрос открытый. Как бесплатно узнать о том, что у вас есть исполнительное производство? Есть несколько способов. Первый самый простой – ДИЯ. То есть, если у вас есть ДИЯ, то информация о исполнительном производстве вам туда придет, у вас просто, ну, уведомления появятся. Ну, и, в принципе, в разделе «Сервисы» там есть раздел «Выконавча-проваджение». Можно зайти туда посмотреть, да. Но, как правило, тебе приходит сразу сообщение, уведомление от ДИИ, что вот открылось исполнительное производство. Для тех людей, которые не пользуются ДИЯ по каким-то причинам, это не проблема. Почему? Потому что есть реестр должников. И реестр должников, он открыт, и вы можете зайти и узнать информацию о себе. Как это сделать? Ну, во-первых, естественно, ссылочку я оставлю в описании к этому видео. А во-вторых, давайте сейчас посмотрим, что же вы там увидите, когда зайдете в этот реестр. Когда вы перейдете по ссылке, то вы получите вот такую картинку. Вот так выглядит единый реестр должников. Он открытый, в нем не нужно авторизоваться с помощью КЭП, с помощью электронной подписи. Ничего, вот просто все, вы перешли по ссылке, вот вы попали на сайт, и дальше вам достаточно вот здесь ввести только свой регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Вот здесь вы вводите этот номер, все, можно вот это призвище имя по-батькове не заполнять, потому что, ну, мы понимаем, что идентификационного номера вот этого достаточно, и шукаты. И когда вы, собственно говоря, вобьете и поищите, да, вот он выдаст вам информацию. Какая это будет информация? А там будет информация о том, кто, когда, по какой причине открыл исполнительное производство, и будут контакты соответствующего отдела исполнительной службы. И, соответственно, вы можете связаться, вы можете с ними, вы можете получить информацию о реквизитах, по которым нужно оплатить этот штраф, и, собственно говоря, на этом все. Ну и понятно, там вы уже можете получить доступ и до АСВП. Кстати, да, вот кто находит там вместо реестра должников АСВП, то будем считать, что эта суть есть одно и то же. Просто АСВП предоставляет чуть больше возможностей. Там уже, когда у вас есть идентификатор и номер исполнительного производства, вы можете зайти и увидеть еще и постанову саму. Для того, чтобы, опять же, все это получить, нужно уже пользоваться документами, пользоваться сервисами, вернее, с идентификацией. То есть там, где нужно уже вводить, соответственно, электронную подпись вашу. Вот. Собственно говоря, на этом все. Вот именно так вы можете узнать о штрафах, но не о штрафах, о исполнительном уже производстве. Конечно же, вы скажете, а что, все, уже без вариантов, нельзя на этом этапе обжаловать. Можно. Да, несмотря на то, что срок пропущен, мы можем поднять вопрос об обжаловании этой постановы и о отмене вообще исполнительного производства. Почему? Потому что, если штраф принят с нарушением процедуры, и вы не были уведомлены, то у вас есть уважительная причина, по которой вы, собственно говоря, и не могли обжаловать. И на этом основании ходатайство идет перед судом о восстановлении сроков на обжалование. И суды, в принципе, в таких ситуациях достаточно нормально восстанавливают эти сроки, и у вас появится возможность обжаловать и отменить эту постанову в связи с нарушением процедуры. На этом у меня все. Если вы считаете данное видео полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному ролику. Традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok